Недавний звонок клиента в Ригу в магазин Elisabeto 103-29 Меня очень сильно удивил, поэтому хочу кое-что показать И так человек звонил по видеосвязи, видеозвонок И сказал, что у него есть очень дешевая приобретенная серия Барселона В принципе он показывал много разных монет Серебряных называл цены, это дилерские цены были или цена металла И с одной стороны я очень понимаю, что иногда Хорошим приобретением хочется порадовать свое окружение Но с другой стороны это, знаете, немножко выглядит типа так Эй, магазин, смотри, ты мне не нужен, я сам могу все задешево купить Но это смотря с какой стороны смотреть Будем считать, что он не хотел меня обидеть Просто поделиться своей радостью, скажем так Правильно, наверное, будет Смотри, как я дешево купил серебряные монеты Я смотрел на видео, что он приобрел И мы дошли до вот этой позиции Барселона Серии шести монет Очень интересно тем, что она была заказана в советское время Видите, здесь герб и написано 91-й год Монета вышла к 92-м году К Олимпиаде в Испании, в Барселоне Когда уже не было Советского Союза Но, скорее всего, ее отвезли туда на Олимпиаду И как-то задешево там сбросили Ведь номинал шести монет И тогда рубль там каких-то Три тысячи рублей стоил один доллар Ну, настолько безумно, конечно, по курсу никто не менял эти рубли Но как-то очень дешево их отдавали Так получилось, что большая часть этих монет оказалась в Европе За пределами СССР, а потом и в России современной Конечно, прошли 90-е годы, нулевые годы Эти монеты востребованы теперь уже на территории бывшего СССР Как в Прибалтике, так и в России И я вот хочу поговорить о ценовой политике И что человек реально купил Если говорить о настоящей серии То есть каталоги, которыми можно пользоваться Это на конец 2023 года Цена в этих каталогах Вот питерский и московский каталог Я вам показываю Там где-то 130-135 евро Надо сказать, что в 2023 году я пытался И, да, заказать эти монеты У коллекционеров, у коллег из России Что было очень интересно И бросается в глаза И, в принципе, оно и понятно, и логично Очень трудно купить в России монету Да, все монеты, 6 монет Или вот несколько монет из серии Обычно поцарапаны Надо сказать, что в 90-х годах Мы все то, что подороже пытались продать на Запад То, что подешевле себе оставить Ну, а по факту получалось так Что все хорошее мы продавали на Запад А все такое, знаете, к чему можно придраться Оставляли себе Сейчас, конечно, покупательская способность другая Спрос у коллекционеров Интересы изменились И, да, в России можно легко купить такую серию Но там будут какие-то претензии к монетам Ну, одна из причин Монеты полированные Вот первый ряд Это настоящие полированные монеты И, да, их легко поцарапать руками Поэтому часть монет просто люди брали в руки Не понимаю, что царапают Эти монеты выходили в пруф-версии И, да, цену я сказал Если эти монеты покупать в Европе Что я делал? Есть фирмы, которые поставляют товар по магазинам В том числе и в наш магазин Там другая уже будет стартовая цена И плюс налоги, плюс все, да, доставка В нашем магазине эту серию сейчас можно купить за 220 евро И сохран монет будет очень-очень приличный Он порадует, скажем так, коллекционеров, ценителей, качества монет Итак, у нас в магазине это стоит 220 евро И человек звонит и говорит Вот, я купил 6 серебряных монет Барселоны По 15 евро за монету И того серия стоит 90 евро Ну, цена 90 евро Конечно, если кто-то купил в 90-х годах И через 25 лет просто решил свои деньги вернуть Я как бы понимаю, что она так и стоит Как бы тут, с одной стороны, это не удивительно С другой стороны, он говорит, что это в серебре Я говорю, покажи И на видеосвязи он мне показывает У меня возникли такие сомнения, что это серебро Конечно, я опять же открыл каталоги И каталоги показали, что такого выпуска не было И все как бы и точка И тут Это неофициальный выпуск Но, знаете, как бы с одной стороны Оказывается, что не всегда можно обойтись без магазина Без эксперта Иногда есть смысл покупать через эксперта Вот, с другой стороны, вот, но очень интересная серия По-любому, вот это второй ряд Я думаю, что это не серебро, а мельхиор Материал действительно очень похож на серебро Но не серебро, скорее всего Мое личное мнение Что еще сказать В оригинальной серии, вот она в первом ряду На гурте То есть сбоку монет написан Текст 1 рубль два раза И Надо сказать, что пропечатан очень плохо Во всяком случае В этой серии То, что я вам показываю Там пропечатка очень слабая В оригинале Да, это в оригинале Вот в этой копии Не знаю, кто это сделал Кстати, может быть, вы больше знаете, друзья Напишите, откуда такая копия возникла Почему, что и как Да, в этой копии 1 рубль четко очень пропечатан Только на этой монете И поэтому она чуть-чуть меньше В размере, чем остальные Я думаю, что при пропечатке Просто немножко Она слегка как бы Уменьшает диаметр свой Да Но Я удивился Мой клиент Человек, который, да Коллекционер, который со мной общался Он сразу увидел, что она меньше Но там Реально, знаете Там на 10% Миллиметра Разница вот этой монеты И всех остальных Ну, действительно Короче, да Вот эта пропечатанная монета На гурте Надпись 1 рубль Два раза И она стала Чуть-чуть меньше Тоже такой интересный момент Наверное, сама по себе Копия серии Тоже является Чем-то интересным И это точно Ну без матика Как Не крути Просто если вы собираете Все, что выпустил Центральный банк В данном случае Выпускал Советский банк Хотя монеты уже вышли В России Поэтому это монеты Российские С гербом СССР В этом, в принципе, и уникальная Это серия Такое бывает редко Но вот произошло Да, если вы собираете Только вот выпуски Центральных банков Заказанные Центральными банками То это второй ряд Не для вас Если вы собираете Всю нумизматику Связанную со спортом Или всю нумизматику Связанную с Скажем так С гербами СССР Или Вот современной России Да Или просто с Олимпиадой То все равно Это, друзья, ваша тема Как бы там ни было Мы можем ругать китайцев Первая мысль, конечно О, китайские подделки Но как бы там ни было Вот это тоже Нумизматика Возможно Не 90 евро А как-то подешевле Но все равно Кто-нибудь обязательно Захочет купить Уверен я Китайские копии Как правило Сильно отличаются От оригиналов И то, что мы сейчас Вот видим То, что я вам показываю Если вы видите оригинал Или знаете, как выглядит оригинал И видите копию То вы сразу понимаете Вот оригинал Вот копия Конечно Для новичков Случайно вот Взявших в руки Вот как бы не собиравших Ну вот как бы Типа по серебру Типа за дешево Ладно, беру Да, тут как бы Надо быстро принимать решение И вот получилось То, что получилось Это не официальная серия Банка Но тоже как бы Барселона Вот, конечно Не всегда бывает так Что у людей Есть каталоги под рукой И это тоже Осложняет Принятие правильного решения Ну вот такая история Напишите, что вы знаете По этой копии Что вы думаете Положили бы вы себе Ее в коллекцию Будет интересно Почитать, что вы расскажете Ваше мнение Тоже ценно для нас Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Это очень важно Для продвижения Я думаю, что мои видео Дают какую-то пользу В развитии Коллекционирования В частности Нумизматики Ну и других видов Коллекционирования Мы тоже показываем На нашем канале Друзья Уже больше миллиона Просмотров наших видео Я считаю, что я точно Оказываю какое-то воздействие Надеюсь, положительное Полезное Для развития Коллекционирования Вообще Вот У нас есть Телеграм-канал Который Досылка на который Будет под видео И там тоже Все новинки Все поступления Нашего магазина Есть Вот Так выглядят Наши витрины Заходите к нам В магазин Спасибо всем Кто поддерживает нас Комментариями Лайками Или покупками В магазине Без вас, друзья Никак Для вас Мы все это и делаем А на этом все, друзья Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok